Аркадий и Борис Стругацкие. Трудно быть Богом. Глава первая. Когда Румата миновал могилу святого Мики, седьмую по счёту и последнюю на этой дороге, было уже совсем темно. Хвалённый хамахарский жеребец, взятый у Дона Томео за карточный долг, оказался сущим барахлом. Он вспотел, сбил ноги и двигался скверной, вихляющейся рысью. Румата сжимал ему коленями бока, хлистал между ушами перчаткой, но он только уныло мотал головой, не ускоряя шага. Вдоль дороги тянулись кусты, похожие в сумраке на клубы застывшего дыма. Нестерпимо звенели комары. В мутном небе дрожали редкие тусклые звёзды. Был порывами несильный ветер, тёплый и холодный одновременно, как всегда осенью в этой приморской стране с душными пыльными днями и зябкими вечерами. Румата плотнее закутался в плащ и бросил по воде. Торопиться не имело смысла. До полуночи оставался час, а икающий лес уже выступил над горизонтом чёрной зубчатой кромкой. По сторонам тянулись распаханные поля, мерцали под звёздами болота, воняющие неживой ржавчиной. Темнели курганы и сгнившие частоколы времён вторжения. Далеко слева вспыхивала и гасла угрюмая зарева. Должна быть горела деревушка, одна из бесчисленных однообразных мертвожорок, висельников, ограбиловок, недавно переименованных по августейшему указу в желанные, благодатные и ангельские. На сотни миль от берегов пролива и досаева и кающего леса простиралась эта страна, накрытая одеялом комариных туч, раздираемая оврагами, затопляемая болотами, поражённой лихорадками, морами и зловонным насморком.